Мы встретили и милость священную гору Гауранги и сейчас мы сидим с вами во дворе Дома Нанта Махараджа. Когда Чайтани Маханрабу находился в Праяке, то он встретил одного поэта, которого звали Рагу Патти Баджаи. И тот прославил это место. Он сказал, Те, кто боятся бесконечного круговорота рождения и смерти, для того, чтобы спасти себя, они изучают Шрути Веды. А другие изучают Суприти Буранги. Другие изучают Махабарату и Бхагавадгиту. Но, что касается меня, я буду поклоняться только Нанте Бабе. Потому что Парабрама, Верховная Абсолютная Истина ползает на Карачиках в доме Нанте Бабы. Несмотря на то, что Шикришна является Атвайагяном Парататвы и Садчиданада Биграхой, он явился здесь, в доме Нанте Бабы. Пуджари говорит, что Шикришна родился в Матхуре и Васудеп Пахарач привез его сюда. Когда мой Гурадеп слышал, если эти пуджане такое говорили, то Гурадеп указывал на них пальцем и говорил, вы не Браджаваси. Вы, наверное, Матхура Васи, жители Матхура. Потому что подлинный Браджаваси никогда такого не подумает и не скажет, что Кришна является Матхура Васи. Скажу, что Кришна родился в Гакуле. Потому что ночью Джанмаштами. Симпутанно Кришна появился в Гакуле. Он родился в Матхура Васи в Гакуле. И в то же время Он появился в четырех месяцев. Он появился в Кришна в Капсуле. Так что здесь был Чамба. И здесь был Абирабабаб. Это был Абирабабаб. Это был Чамба. И одновременно в то время как Кришна родился здесь, в Гакуле Махаване, как обычный ребенок Маури Шоды, одновременно с этим Он появился в четырех рук и полностью выросшей форме в Матхуре. То место является Абирабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб И тогда Кришна приобрела двухкругую форму, и Кришна превратился в маленького Кришна. И Кришна родился в маленького Кришна. И Кришна родился с сестрой-глезняшкой. Это была Йога Майя. И Кришна родился с сестрой-глезняшкой. Кто-то может сказать, что все говорят, что Кришна родился в Матхури, а потом был принесен сюда. Почему вы говорите, что Он здесь родился? Где Праман-Шастра? И множество мест Шиман-Бхаттам, которые подтверждают, что Кришна является Гопалом, мальчиком-пастушком, а не Кшадри, не воином, который родился в Матхури. Просто обычные люди, им это недоступно к пониманию. Например, Шукадем Касвами. Когда Кришна родился, тогда Нанда Махараджа был охвачен неописуемой радостью, говорит Шукадем Касвами. И Он называет Кришну Атмаджа Нанда Махараджа, иными словами, что Кришна родился и является продолжением части дела Нанда Махараджа, что Он его сын. Также, к примеру, Пр学ни Бхагаджа и говорит, вы стоите передо мной сärплежкой, с которой Капа едет, и вы Сан Пазуха, и Денис Ир. И он. Он и Пастушка. Прапа говорит, что ты стоишь перед мной, с этой ручкой с которой Капа едет и ты Пашу Пангаджа, ты сын Денис Ир. Продолжение следует... 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 Таковыми являются отношения между Мишаем и Ашраем в отцами расы. В Бари-Лиле Кришне его детский период разделено три части. В первой части Бари-Лиле Кришне у него толстенький такой, у него такие крупные ножки, руки, животы. И у него только-только начали прорезываться молочные зубки. Мама Ишрады кормила Кришну грудью, посмотрела грудь в его рот. И увидела, что зубки Кришны не сияют, как молоко. И она преисполнилась с радостью. В этой возрасте Кришна всегда берет ноги и берет большой палец. Потому что кришна сам жаждет попробовать, сколько там не тарит. Он думает, мой предатель всегда прославляет мою лодочную историю, тогда я бы попробую как-нибудь на вкус. Когда Кришна немножко начинает потрясать, то тогда ног на его волос постоянно выпадает его в глаза. И он так трясет, как головой, он подойдет. Баба его украшает. Баба его украшает. Жак чужатый такой подносим. И доносит ему каджа под глаза. И надевает золотую цепочку на пояс с колокольчиком. И он начинает так переходить. Когда он становится взрослее, то волосы ему тоже становятся длиннее. И у него тогда как шерстили волосы. Классно. И у него тогда как шерстили волосы. И у него справа, слева и сзади такие три косички. И мама Ишода их в гвоздик завязывает. Так вот у него это как Апакшо. И он тогда немножко похудее становится. И начинает уже бегать повсюду. Когда мама Ишода, она видит Кришна, то она даже поднять его не может. Потому что она просто замирает от своей любви. Она просто замирает от своей любви. Она смотреть на него не может. Потому что глаза ее истязаны в крови. И она ничего сказать не может. Потому что голос ее отражает как эмоции. В это время она приходит полюбоваться от Кришны, когда он засыпает. И полюбоваться от Кришны, а что-то там лепенчит во сне. А, Господь Бракула. Пожалуйста, садись от меня по правую руку. О, Сива, ты тоже пришел. Садись слева. О, Сива, присаживайся. Не переживай. Очень скоро я избавлюсь от церкви демонов подобных Хамси. Мама Ишода думает, что такое? Почему Кришна такие странные вещи во сне говорит? Мама Ишода совершает анген яс, она воспевает мантру, установляет божество в разных частях тела Кришны. Она травки разные привязывает к рукам для защиты. И она привязывает тигриные руки, чтобы они его защищали. В этом месте старший гоби брат же Гокула приходит и говорят, Кришна, ты можешь петь? Кришна поет. Они говорят, если ты станцую, то я тебя петь. Возможно, Кришна танцует, но он не хочеттессовать. Он не хочет, чтобы он не станет. И он не хочет, чтобы он станет. Он не останется, что он не станет. Маник Кришна начинает танцевать, потом подсказывается, запинается, падает и отрывает себе надежды. Я считаю, что мы с вами говорим о том, что когда старшие гопи, они просят кришну танцевать или петь, что Кришна, он так, как марионетка, в руках делает все, что они пожелают. Я считаю, что Кришна, они не были здоровы на Браго, не было здоровы на Браго, не было здоровы на Браго. Та милость, которую одарил Кришну Маму Ишону, никогда не была здорована в Краме Шри и Лакшмедеве. В Краме подобен сыну Кришну, он 5 раз на больше. В Краме подобен сыну Кришну, он 5 раз на больше. То есть Лакшива, это как Сахираса. Шри, как дом Кришна. А Шри, это Лакшмедеве, это его супруга Навайкутхи. Но никто из них такую милость Кришна не получил. Почему? Потому что у них есть према, но эта према Айшвари пишет. Это означает, что она смешана со знанием о том, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Но Мама Ишота, ибо вообще чудеса Кришна не делала, но никогда не будет думать о нем, что Он Верховный Господь. Мама Ишота думает, что Мама Ишота совершает пуджа, совершает похоронение Господа Нарайя, и по милости Господа Нарайя, временами его качества они проявляются в моем сыне, только из-за этих буджа. Посуды Макарадж считает себя Отцом Кришны в Матвуре, он думает, что он мне надлежит совершить нам Карансанскару. Ибо Суды Макарадж прислал своего жреца, своего священника из-под Куры, Макарадж. И вот здесь, с левой стороны находится Гошала, мы туда потом пойдем, Гошала надо в Махарадж. И там, в этой Гошале, Гаргача и составил секретный гороскоп Кришны. И сказал Нарайя Бахарадж, из-за того, что этот малыш будет приносить всем радость, необычайно, это поэтому его от своего страна. И поскольку он будет очень сильным, мы будем называть Балабадж. И потому, что он объединяет две семьи, полностью привлекает и объединяет, и означает две семьи, одна семья со стороны Масудева, а другая со стороны Ешодева, и его будет называть Санкаршин. Он не сказал, что он родился, был зачет в Лоне Деваке и привлекся к Лона Ракине. Он этого не сказал. Потому что Нарь Баларам, он также не является сыном Девки, он является сыном Ракине, и родился здесь, в Абраджа. Так, Даргатярья сказал. Алейда Сравадурагами, юям Акшасторисита. Этого мальчика будет называть Кришна, и он будет нести благо всему. Множество проблем будет встречаться на вашем пути, но по его милости вы преодолеете все их. In fact, Just as the Delhi gods who take shelter of Lord Vishnu, in the end they can never be defeated by the demons, they are always victorious. So simply, in the same way, If anyone has pretty love for this child, then they will never be defeated, they will always be successful. Because if you have prith, if you love Krishna, then you will always be successful and will always be successful. This is why, when bradjigopi, when they discover they have to be married to someone else, they want to give up their life. So when bradjigopi, when they found out that they have to be married to someone else, they will never be defeated. You have prith, if you don't worry about Krishna, then you are very fortunate, you are lucky if you don't worry about it. So this is why Yoga Mayana has started to remind them that you have a prith with Krishna and you have a prithi Krishna. So you have no problems and they won't be defeated. Басаде Маларасе, Асанвара гастрая и ася, Гренито в нум юган-тану, Суклы урак-та-та-та-пи-та-пи-та- Иданим-кашна-танга-ха. Басаде Маларасе, Твой сын является четырех различных югах, четырех различных цветов. Кришне является в разных цветах тела. белый, красный, золотой и темный. Белый, красный, золотой и темный. Таким образом, Гаргачарь, пять тысяч лет назад Гаргачарь подсказал приходшие Читани Махапрабху, сказав, что в Сати-югу Верховный Господь приходит в белом цвете, в Гапр-югу в красном, сейчас в третах темного цвета, и в Кали-югу он придет как в Шачанан Гауракари золотого цвета тела. Здесь Гаргачарь дал заключение. Красный, jealous! Нандам-гаджау-ям-тайна-рая-расову-у-уни. Деву нандам-гаджа-йосан-ю-татмаджа. Калийца-югу. Пойтому у твоего сына нандам хараш, у него будут качества, твои атмы, ты его сына будут качества подобные . Объект Санарайи имеет всегда больше качеств, чем то, с чем он сравнивается. У Господа Нараяны такие же качества, как у Кришна, указывает то, что у Кришна гораздо больше качеств, чем у Господа Нараяны. У Господа Нараяны 60 качеств, а у Кришны 4 экстра качества, которые в Господе Нараяны не присутствуют. Рупа Мадури, красота Его прелестной детской формы. Сладость Его плеет и Вена Мадури. Прео Мадури, как Кришна одаривает вероятной любовью, имеет вероятное отношение со своими преднами. У Господа Нараяны предны даже не мечтают о той любви, которая связывает Кришну и Его спутников. И Ламадури. Это сладость Его Игору. Насколько сладкие Игоры. Когда он здесь ползал по двору, то он слышал, как звенели колокольчики на стопах Гоби, которые проходили мимо. И он попал за ними за звуком колокольчиков. Думает, что это была его мама. Потом он отмутился за чью-то юбку и подтянулся вверх. О, мама! И когда Кришну посмотрел вниз, то Кришну увидел, что это люди его мама. И тогда он отпустил юбку и плюнулся. И попался обратно. Плюнет масло. Когда он чуть больше страшно становится, то он прокладывается в дома соседей. И воруют у них масло, и соседи приходят и жалуются маме и Шоди. Одна из анубах под сами рациях, это критика Кришны. Он ешедей, мой сын постоянно приходит ко мне в дом и ворует масло. Если я скрываю масло в том месте, на которое он достать не может, то он просто разбивает. Или вписывает меня на полу просто и убегает. Или он видит, как мой ребенок спит, и он просто подходит, чипает моего малыша, и тот просыпается и начинает плакать. Другая гопия сказала. О Сайки Ежода. Он пришел в мой дом. И я поймала его с поличным, а затем в паром масла. Я сказала подругам, хватайте его, связывайте, держите, ловите. И мы его окружили, и тогда он просто взглянул на нас и улыбнулся. И его улыбка была настолько сладостной, что все мы просто замерли. И потом просто перед нашими глазами основал поедать этого масла. И потом быстро убежал. Другая гопия сказала. О Сайки Ежода. Другая гопия сказала. О Сайки Ежода. Твой сын пришел ко мне в дом. Я просто заблокировала все двери в кладовку так, чтобы точно не было. И когда он уходил. Он крикнул. Если в следующий раз я в том доме не найду никакого масла. Я вернусь сюда с панелом. И сожгу весь твой дом с моим мужем и со всеми твоими детьми. И убежал. Но Сайки Ежода не может верить. Мама Шутона будет поверить не могу. Потому что объект Мацалия Раса очень мягкий. Очень честный. Он говорит очень скучно. Он говорит очень скучно. Он говорит очень сладкие речи. Так что она не может верить эти истории. Можно до Москвы переварить речи. мистическими силами путана преобразилась из гигантской формы демониться в красивую горь и все братья Гоби подумали, что надо поклоняйтесь к господу Райана и, скорее всего, Бакшми Дэйви в мистолетной форме прибыл сюда и они подошли, будто она подошла к Гришну с колокольцем и сказала ему, мой малыш, возьми молоко своей мамы но еще и реалисты, что она думает, что она имеет так много любви и все старшие братья Гоби подумали, что у нее гораздо больше любви, чем у нас и она, конечно, покормит его молоко и когда она поднесла Кришну в груди но что случилось? только как время если вы видите человека, который молодой но если вы впервые в следующие 100 лет и они уже становятся... только как время принимает всю красоту из человека вы понимаете? что он стал добрым и очень добрым до того, чтобы не начать с днем потому как, если посмотреть быструю съемку как человек, он в влиянии времени стареет то это было похоже на то, как Путана она просто преобразилась за секунду и стала и всякой открылась на Барши и всякой приобрелась с Растами Кришна высосал просто всю ее прану знаете, что касается ее праной? она от ужаса забыла ту мантру, которую она поддерживала это приказ на форму Гоби и приобрел шутку Ракшаси человек-рилетку и все она... она выбежала наружу и просто стала кричать ребенок оставь меня но она никак не могла забыть о себя Кришну и она просто умерла и она просто рухнула на один из садов Камса-Бахараджа который располагался между Виталом и Мадхурой мама Ишоды просто упала без сознания но праджа-бати побежали к этому месту и увидели, что Кришна очень счастливо играет на мертвом теле Путана и так Баджа-бати подхватили Кришну и по рукам из рук в руки они передавали его по цепочке и наконец они донесли его до Малой Ишоды которая взяв его на свои колени она была очень счастлива пришла в сознание и проливала слезы Кришне было шесть дней от родов тут неподалеку также находится место, где Кришна подводил Тринаварта демон-уракан и в первую очередь он создал шторм в Брадже и никто не мог видеть, что они были в руках и этот Тринаварта создал такой жуткий шторм во всей Брадже что даже если человек протягивал руку свою, то он уже не мог ее видеть и он подхватил маленького Кришну и взял его с собой в небесах это случилось, потому что до этого, что Кришна думал, смотря на птичек, я бы тоже хотел полетать мама, я могу летать? когда я вырасту, я смогу летать? нет, нет, нет Кришна расстраивалась и тогда Йогалая привезла разрешила Тринаварта открыла доступ к Богу в Брадже и тогда Кришна полетал уже так Йогалая выполняет все желания Кришны когда Кришна налетался вдоволь в небесах он просто Тринаварта вхватил за шею и тот стал тяжелее для Тринаварты это было нестерпимо он начал залетаться и он просто взломнул с небесы тело его было полностью раскрашено в камне праджабасы сбежались к этому месту но когда пыль осела то они увидели, что маленький Кришна просто сидел и смеялся как он был спасен наверное это милость Господа Нарайана потому что Нарда Вахараш такой умный честивый Кришна думал, что Тринаварта, что с тобой случилось? я просто хотел с тобой поиграть, а у тебя глаза выпали как раз у Бога и сейчас ты умер потому что у Кришна на самом деле нет никакого намерения убивать эту систему он просто маленький ребенок, который играет но Кришну, который находится внутри Кришна, убивает здесь также в Кришну, убил Шакатасуру и через какое-то время Нарда Вахараши, все старшие мужчины, Ухананды и так далее собрались это место Гакула очень опасное место, поэтому нам надо было переехать и когда Кришна исполнилась два с половиной года Чатикара и Чатикара Кришна исполнилась два с половиной года, то тогда все вражебаси повезли в Ябуду и отправились к Чатикару Чатикара означает Шакатикара это означает, что они выстрелили военные телеги в упробе Луны в месяцах Нарда Вахараши в Кришна и потом они переехали еще дальше из Чатикары и туда мы отправимся через войне на Кришна Это то место, куда все вражебаси обычно приходили для того, чтобы посмотреть на эти смешные виды, которые совершал Кришна и давали в области Чатикару иметь живет на Кришна Чатикару 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 Кришна Аминь Чатикара И он иногда становится голодным и хочет попить малое ежёное лакомство, грудное. И у него есть такая тётушка, которую зовут Саната. Тётушка Саната приходит и утешает, потому что Лана не плачет. Марта Рокана, 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 не плачет. Марта Рокана, 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 Р Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok